Волейболистов у нас еще не было. Говорят, девочек молоденьких любил. Сейчас и из него девочку сделают. Тремя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдешь, не пойдешь! ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, можно? Стоять! Можно вас на минутку? Извините, это ведь вы родители Регины? Да, что случилось? Вы знаете, мне очень неловко. Я не понимаю, что вы хотите? Мне очень стыдно за свою дочь, говори. В общем, ничего не было. Громче, чего не было. Не было никакого изнасилования. Это все Регина придумала. Что? Что это значит? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А я вот здесь тоже мечтал автограф собрать. Но моего запала хватило только на один. Голкипер Спартака расписался. Но правда из дубля. Степ, ну, во-первых, это не футбольный, а волейбольный мяч. А во-вторых, убитый не болельщик. А тренер. Причём женской команды. Лучшему тренеру. Ну, вот, похоже, этим его и ударили по голове. Так. Были гости. Гуляли. Похоже, убитый. Любил денежку. Посмотрите. Встать. Ты знаешь, что это за резинки такие? А это, Стёп, не резинки. Это эластичная лента. Точно не помню, как называется. Ну, в общем, спортсмены ей связкой сгружают. Ну, а причина смерти? Причина смерти – кровоизлияние в результате травмы черепа. Ещё есть свежий ушиб носа и синяки на теле, но они двухнедельной давности. А время смерти? Время смерти с 11 до полдвенадцатого часов вечера. Ну, раз погибший был тренером по волейболу, может, его травма связана как-то с его профессиональной деятельностью? Он тренер? Ну, тогда для тренера у него большие проблемы. То есть? Дистрофия роговицы глаза. Парень потихоньку слеп. Савис Александр Михайлович, тренер женской команды по волейболу. Я это без тебя знаю. В общем, наш убитый оказался со своим скелетом в шкафу. Пару месяцев назад на него было заведено уголовное дело. Две ученицы обвинили его в принуждении к сексуальным контактам. Спасибо. Ну, а что он тогда на свободе разгуливал? Так, потерпевшие заявление забрали. А нет заявления, нет дела. Кровь на кубке принадлежит убитому, я проверила. Смотри-ка, банкноты практически новые. Более того, не выпущены в этом году. Может, по номеру серии удастся выяснить, как бы банк пустил их в оборот? Ну, что ты будешь делать, а? Да. Есть один отпечаток, но он еле развлечим и смазан. Какой-то белый налет на поверхности. Так, ну, тренировка-то минут через два закончится. Ну, ничего-ничего, я подожду. Похоже, я у вас надолго. Ну, пройдемте в коридор, что ли? Пойдемте. Школа у нас старейшая. Чтобы какие-нибудь инциденты, это не... Посмотрите, сколько прекрасных спортсменов выпускают эти стены. А вот наша гордость. Советский волейболист Карелин. Между прочим, наша школа носит его имя. Слышали, наверное? Не приходилось. Виктор Александрович Карелин. Это же звезда советского спорта. Михаил Васильевич, а вот ваш тренер, Соловец. А, Александр Михайлович? Крайне положительный человек. Никаких нареканий. Он с нами семь лет уже. Ну, а как же обвинение в сексуальных домогательствах к ученицам? Ерунда какая-то. Когда на него завели дело, мы не стали инцидент огласки предавать. Ну, сами понимаете, для школы это позор. Никто не верил, но... Что но? Эти родители Садыковой, обвинившие его домогательством, оказались весьма уважаемыми людьми. Нам пришлось расстаться с Александром Михайловичем. Зуева! Зуева, ты почему не на тренировке? Распустили здесь. Ну, а потом тренера отпустили. А почему вы не восстановили его в школе? Понимаете, он сам не захотел. Вообще, он собирался всей этой истории огласку предать. Шумел очень, волновался. А потом передумал. Понимаете, мы посоветовали Садыковым ладить конфликт между девочкой и тренером в тихую. Понимаете, в команде должен остаться только один. Ну, а что, может, они там между собой решили, это вам лучше у них проосправиться. Вот как раз это самая Садыкова, мать девочки, она теперь каждый день после тренировки встречает Регину сама. Я не обратил внимания, у битого были проблемы со связками? С чем? С чем? А со связками, но, проблем. Да, мы в квартире нашли использованные эластичные ленты. Посмотришь? Оставьте вы нашу семью в покое. Так уж не терпелись позору из-за этого тренера. Ну, я могу предложить вам проехать к нам в ФС. Или здесь расскажете. Что тут рассказывать? Была неприятная история. Я нашла дневник к дочери. Не знаю, как это сказать. Ну, скажите как-нибудь. Не волнуйтесь. В общем, там было написано, что тренер Соловец и моя Регина занимались сексом. И Даша, подружка ее, тоже с ним спала, чтобы на соревнования попасть. А им было лет по 16? Моей 15 было. Угу. И вы написали заявление в полицию? Да, мой муж был в бешенстве, и тренера арестовали. Они вышли. А почему заявление забрали? Слушайте, мне эта история уже все нервы вымотала. Ну, а мне нужно знать. В общем, во время следствия Даша, подруга Регины, призналась, что всю эту историю выдумала моя дочь, чтобы тренера наказать. Интересно, зачем? Девочки профессионально занимаются спортом. У них жизнь сплошные тренировки, никаких мальчиков. А тут переходный возраст, гормоны. То есть рядом мужчин нет, но есть тренер? Ну, и Регина влюбилась в него, а он отказался отвечать на ее приставание. Девчонки придумали страшную месть. В общем, заявление мы забрали. У нас две банкноты, выпущенные в этом году. Я могу знать, какому их банку отправили? Номер серии сейчас. ГХ-47-48-1-1-5 Налет скупка. Это жидкий тальк. Именно из-за него отпечатки неотчетливы. Тальк задержал пот? Угу. Традиционный метод для телоскопии тут не подходит. Да? Записываю. Ну, что вы там за ленты нашли убитого? О, вот они, смотри. Понятно. Это тейпы. Их используют для лечения тенденита. Колено прыгуна. Это самая распространенная травма в волейболе. Да? А почему ты решила, что ими колено фиксируют? Может, что другое? Не может. Дай, пожалуйста, скотч. Пожалуйста. И штанину задери. Пожалуйста. Вот смотри. Количество и размеры тейпов говорят о классической схеме фиксации связки. Хоть перечной и крестообразными лентами. Ну и? Я думаю, что нужно искать спортсменку. При чем здесь спортсменка? Ну, теперь сними скотч. Вот. А на этих тейпах волос нет. Кто у нас делает апелляцию? Женщина. Скажите, а могу я покорить с вашей ночью ее в более спокойной обстановке? Мам, я ничего не буду им говорить. Принется. Я расследую убийство. Какое убийство? Тренера твоего. Александра Михайловича. Убит тренер женской волейбольной команды Александр Соловец. За два месяца до этого две ученицы обвинили его в сексуальных домогательствах. Во время следствия выяснилось, что это ложь. Одна из учениц была влюблена в него и решила отомстить за то, что он ее игнорировал. Тренера оправдали, но через несколько дней он был убит в своей квартире. Эксперты устанавливают, что на месте преступления могла находиться спортсменка с травмированной ногой. Отпечатки на орудии убийства оказываются смазанными. Он начал массировать мне плечи. Сказал, что я, наверное, устала после игры. Я закрыла глаза. Его руки опустились к моей груди. Что-то меня уже тошнит от подробностей. Читай внимательно. Нам надо разобраться, почему девочки изменили показания. Нашел я банк, откуда в обороты вышли эти деньги. Банкноты этой серии выдавались в отделение «Союз кредита» на Таганке. Как раз накануне убийства тренера. 8 миллионов сняли. А кто получатель? Садыков Ренат Ибрагинович. Отец Регины. Михаил Иванович, я по поводу второй девочки. Даши Дубцовой. Она стримовка так и не вышла? Заходите, заходите. Татьяна Егоровна? Татьяна Егоровна, Дубцова там ваша где? Понятно. Вы знаете, Даши сегодня не было. Вы с матерью пообщайтесь. Она с массажистом работает. Ее кабинет в конце коридора. Хорошо, спасибо. И с сообщением о тренере поаккуратней. И встречались долгое время. Николай Петрович, мне вот тут нужно сказать у биологов специальные бактерии. Зачем? Будем внедрять новый метод восстановления популярных узоров. Мы что, покупаем их в лабораторию вместе с биологами? Нет. Да, да. Здрасте. Федеральная экспертная служба, капитан Шустов. Здрасте. Заходите. Вы Алла Валерьевна Дубцова, мама Даша? Да. А что случилось? А вы не в курсе, где ваша дочь? Нет. Вы знаете, она дома не ночевала. Не знаю, в первый раз такое. Как связалась с этой Региной. Прям от рук отбилась совсем. Что моя Дашка раньше когда-нибудь пропустила тренировку. Да в жизни такого не было. Тем более перед такими важными соревнованиями. А вы даже не волнуетесь? С ней ведь могло случиться все, что угодно. Я? Показать вам? Сколько раз я ей звонила? Раз двадцать. Видите результат? Отстань от меня. Она ничего не натворила? Тварь, я ей голову оторву. Алла Валерьевна, а где вы были вчера вечером в районе одиннадцати половины двадцатого? Так дома, а где еще? Дома, конечно. Вы извините меня, я нервничаю. У меня уже должны сейчас ученики косяками пойти. А что, собственно, вы хотите? Вчера в это время был убит Соловец Александр Михайлович. Скажите, вы были вчера вечером в квартире у Соловца? Был. И что вы там делали? Уложил человек отливую ситуацию с помощью универсального средства, с помощью денег. А можно поподробнее? Отчего же нельзя. Это, типа, собрался свое никчемное, потрепанное имя восстановить. Шумеху развел, судом грозился. Я пришел его успокоить. Ну, и, как я понимаю, успокоили? Естественно. У всех есть своя цена. Ну, вообще-то он вам не дешево обошелся. А я именем дочери не торгую. Я всю жизнь вкладываю в нее ее воспитание, талант. Так что это всего лишь мелкое недоразумение. А девочку из школы бы выгнали, да? Если бы тренер не пошел на ваши условия. На кону важные соревнования, а тут такой позор. А он ведь и не согласился. И вы его убили. Кубком. По голове. Нет, нет. Я ему сумку оставил. А он мне руку протянул. Словно сделку выгну и заключил. Я ее удержался и внос ему справа боковой. И... А надо было прибить. Если Садыков не врет, куда тогда могла подеваться такая сумма денег? Это 8 миллионов. Ну, банки были уже закрыты. Да и не успел бы он. Его убили-то буквально в течение часа после ухода Садыкова. Значит, в квартире был кто-то еще. Он и смог унести деньги. Может быть, тот, у кого колено прыгуна? Вернее, та. И никаких проблем с глазами в медицинских картах убитого Соловца не отражено. А как спортивные врачи могли такое пропустить? Ну, честно говоря, заболевание это генетическое и может годами не проявляться. А травмы, ушибы могли у него быть? Могло это стать толчком к быстрому течению болезни? Точно. Было зафиксировано обращение с надбровной гематомой где-то полгода назад. Тренер разнимал дерущихся спортсменок на тренировке. Что, думаешь, оттуда все и пошло? Вполне. Надо проверить частные клиники. Он вполне мог обращаться сюда с глазами. Скажите, а у вашей дочери был там, Денид? Вторую неделю с тейпами ходит. Я никак не пойму, Алла Валерьевна, почему ваша дочь отклеветала своего тренера. Ведь он был еще и вашим близким другом. Да что ж тут непонятного? Злилась она на него. Вы поймите, ну какая у меня личная жизнь? Это все, что было. Он приедет два раза в месяц, я и рада. А Дашка, конечно, она бесилась. Она ведь ребенок совсем. Как она может понять такие отношения? Ничего себе, ребенок. Обвинить человека в принуждении к сексу. Общита, это статья. Да она-то здесь, причем это Регина, все. Дашка раньше только о спорте думала. Как Садыкова-то появилась год назад в команде. Все пошло наперекосяк. Шмотки какие-то дорогие у нее стали появляться. Постоянно в гости к ней ездит. В кафе сидит. Может, вам помочь? Да не надо. Вы скажите, я могу ей дать такую жизнь? Ну как? Простите, мои маленькие. Мои хорошие. Сейчас я вам температурный режим установлю. Андрюх, можешь посмотреть? Тут кусок странички отрученного. Можно восстановить, что было написано? Ну, в принципе, можно. Лучше всего здесь подойдет метод электростатической детекции. А, это когда специальным порошком посыпают следующие страницы, да? Да, дорогим порошком. А мы, благодаря кое-кому, теперь ограничены в бюджете. Это что, Регина? Ну, подпись явно не она оставила. Слушай, спасибо. А что это такое? Не трогай! Нельзя трогать бактерии. Ты что, бактериологическое оружие готовишь? Я все расскажу через 24 часа, окей? Я движение по счетам Садыковых посмотрел. Интересно, что Регина за последние три месяца несколько раз рассчитывалась с кредиткой в одном кафе. Ты знаешь, где она находится? Где? Напротив дома тренера. Вечер убийства она тоже была там, в районе 22 часов. Съезди-ка, Игорек, в это кафе. Да, хорошо. Съезжу, только Дашина вещи осмотрю. Да. А это? Дочка на сборы ездит с ней. Ага. А это кто? Нет. Билет какой-то. Билет, наверное, с соревнований. Ну да. С вашего позволения, я разберу эти вещи? Да, конечно. Николай Петрович, меня беспокоит этот дневник. Из-за карикатуры? Да нет. Из-за этого описание встречи тренера и Регины на сборе в Подмосковье. Ну как-то слишком правдоподобно. Вот смотрите. Он прижал мне лбом к стеклу и начал. Так, взад, вперед. Я стучалась головой в это чертово окно, а с другой стороны в стекло монотонно стучала ветка рябины. Ветка рябины. Я ее теперь никогда не забуду. Никогда не забуду. Ветка рябины. Дай-ка. Вы про второй раз прочтите, когда она в потолок смотрела, а там пятно в виде птицы. Да вижу ее. Так, смотайся завтра в эту гостиницу и проверь. Есть там потолки в птицах и рябины за окном? Есть. Убит тренер женской волейбольной команды Александр Соловец. За два месяца до этого две ученицы обвинили его в сексуальных домогательствах. А затем сознались, что это ложь. Выясняют, что на месте убийства был отец одной из девочек, Регины. Он утверждает, что пытался уладить ситуацию с помощью денег. Также в квартире Соловца была спортсменка с травмированной ногой. Вторую девочку, Дашу, нигде не могут найти. Эксперты пытаются восстановить нечеткий отпечаток на орудие убийства новым методом. Дневник с описанием встреч тренера и Регины наводит на мысль об их отношениях. Ну что, как вы тут? Верной дорогой идете, товарищи? Круглов спрашивал про частные клиники. Да нашла я, нашла. Тренер за последние полгода сделал там полное обследование глаз. Зачание провели, но нужна послание пересадка роговицы. А, видимо, у себя в школе он скрывал это, а? Кому нужен слепнущий тренер по волейболу, да? Да не ори ты. Им нужны комфортные условия для размножения. Мне бы такие условия. Николай Петрович, действительно, в кафе напротив дома убитого Регина часто бывала. С кем-нибудь встречалась? Нет, всегда была одна. Садилась за столик возле окна. И у персонала кафе сложилось впечатление, что она кого-то высматривала за окном. Вечер убийства она тоже там была. Да. Персонал кафе говорит, что она сильно нервничала, даже чашку разбила. Вызови ее завтра. Прямо с утра. Да, приехали. Звезда Олимпа. Зачем вы приезжали к вашему тренеру в вечер убийства? Я извиниться хотела. Извиниться? Вы человеку жизнь испоганили. Александр Михайлович. Ты? Мне бы... поговорить с вами. Простите меня. Пожалуйста. Ну что ты, глупая. Я на тебя зла не держу. Иди домой. Я все это время переживала, а ему, оказывается, все равно. А зачем вы его оклеветали? Я разозлилась. Дашка подговорила меня, а я повелась. Как дура. Дашка. Разве не вы все это придумали? Чего тебе, Садыкова? Красиво. Но дура. Тихо, 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 тихо. Ну ты чего? Ну ты чего? Ну нашла я за кого переживать. Ну он же старый. Ну. Слушай. А хочешь мы его накажем? Нет. Накажем. Ну. Хорошо. А дневник-то писал? Вместе. Даша диктовала, а я записывала. Он обнял меня рукой. Потом он сказал мне, что я красивая. Потом он бросил меня на кровать. и сделал это. Может не надо так. Надо, подруга? Надо. Значит, Даша все свалила на вас, когда признавалась вашим родителям. Самое обидное, что все ей поверили. Папа с тех пор со мной так и не разговаривает. Расскажите ему. Все как было. Папа за вас очень переживает. Думаете? Убежит, Дяну. Вот у жировой стейпов прилежат Дубцовой Дарьи. Это она была у тренера дома. Ага. А что с фотографией мужика из Дашиной сумки? А, ну, старую фотографию я, конечно, восстановил, но пока не идентифицировал, кто это, вот сейчас этим занимаюсь. Да, в принципе, ты можешь и не искать. Я узнал его. Это спортсмен, его именем названа волейбольная школа. Да, я проверил номера в гостинице. Я нашел тот, который описывает Регина. И потолок с птицей, и рябина в окне. Ты выяснил, кто был в нем зарегистрирован в тот день? Тренер. Команда девочек жила на соседнем этаже. Я ее учетные записи посмотрел. Даша была зарегистрирована в ночь перед соревнованиями в гостинице. А вот Регина нет. Погоди, погоди. Регина что, не участвовала в соревнованиях? Участвовала. Только она в гостинице не ночевала. Ее родители утром привезли на машине. Михаил Васильевич, здравствуйте. Это капитан Шустов, ФС. Да-да, это я. Подскажите, а как можно найти вашу легенду спорта? Да-да, Кавелин. Хорошо, жду. Смотри, билет трехмесячной давности до станции Проклова. Чего ты дыря делала, Даша? Да-да-да. Спасибо. Да, до свидания. А я знаю, что она там делала. Она ездила к Карелину, он там живет. Только вот зачем? Убит тренер женской волейбольной команды Александр Соловец. Незадолго до этого две ученицы Регина и Даша обвинили его в сексуальных домогательствах, а затем сознались, что это была ложь. Выясняется, что на месте убийства тренера была Даша. Ее не могут найти. Также под подозрением Регина и ее отец. В вечер убийства Регина приходила просить у тренера прощения, а ее отец привез в Соловцу откупные. Сумка с деньгами исчезла. Эксперты пытаются с помощью новейших технологий восстановить отпечаток пальца убийцы. Вскоре ФС выходит на след Даши. Возможно, она в деревне Проклова, где живет звезда советского спорта Виктор Карелин. Даша была в квартире тренера. Ну, скорее всего, и в номере гостиницы была тоже она, а не Регина. Ну, почему Даша подговорила Регину обвинить тренера в сексуальных домогательствах? Да и вообще, зачем сажать человека, с которым спишь? Да, и что ее связывало с Карелином? Одни вопросы. Кстати, еще один вопрос. Америна где? Экспериментирует. За какой-то специальный ламп побежала. Видите, у нее плохо бактерии плодятся. Здорово, мужики. А кто из вас тут, Карелин? Ну, пойдем. Ну, пожалуйста, пойдем. А вот вас-то мы ищем. Компьютерная программа нашла сходство Даши и Карелина по 18 признакам. Есть вероятность родства? А кто отец Даши по документам? В графе отец прочерк. А вот отчество у нее Викторовна. И Карелин, кстати, тоже Виктор. Тейпы с вашей ноги показывают, что вы были в квартире у Соловца. Что вы делали в квартире у человека, которого оклеветали? И какие отношения вас с ним связывают? Николай Петрович, вот нашли при обыске в подвале Карелина. Дело можно передавать в прокуратуру. Я не убивала! Идите сюда! Что? Можно не шептать? Бактерии созрели? Созрели, созрели. Я обработала ими место смазанного отпечатка, и они размножились только там, где пролег отпечаток по пиллярной линии. Ну и что? Что? Через сутки колонии бактерий в точности повторили кожные узоры. Что ж получается, у нас есть отпечаток убийцы? Мне было больно. Я смотрел в потолок, он шатался. На нем расползлось пятно, похожее на птицу. Я все думал, а на какую? На какоту. Ну, Это же вы были в тот вечер в номере. Даша, зачем вы устроили весь этот цирк с обвинением? Из-за денег. Знаете, моя мать всю жизнь фанатично делала из меня звезду спорта. Говорила, гены хорошие. А недавно она рассказала мне, кто мой папаша. Знаете, оказывается, я каждый день видела его на доске почета. И вы поехали к нему? Да лучше бы я вообще не знала о нем. Простите, пожалуйста, а вы... Простите, пожалуйста, а вы не подскажете мне, где мне найти Виктора Александровича Карелина? И это сделал с ним спорт. То, чем я занимаюсь всю жизнь, и то, что я ненавижу больше всего. Успокойтесь. Я не хочу быть первой. Я не хочу впахивать еще 10 лет, а потом загибаться от травмы одиночества. Ну и когда вы постучили Регину, вы увидели другую жизнь. Я каждый день моталась через весь город на метро на тренировки. Я жила в убогой квартирке, а у Регинки все было от рождения. Моя мать отдавала все деньги на лучшие школы, а по ночам вылов подушку. Спорт. Только спорт. Ну, теперь-то Даша не отвертится. Нормально. А пальчик-то не ее. Знаете, это я придумала всю эту махинацию. Я хотела вырваться от матери. Мне нужны были деньги. Много денег. Господи, что за каша у тебя в голове? И с тренером я стала спать только для того, чтобы опередить Регину. Я нашла у него анализы. Он сказал, что ему скоро придется уйти из порта. И у меня в голове возник план. Ну так и ослепните. Думаете, нужны кому-нибудь будете? Разберусь. Да что тут разбираться? Я вам, Александр Михайлович, дело предлагаю. А вы дрейфите. Да ты хоть понимаешь, что ты несешь? Что ты предлагаешь? Это статья? Да какая статья? Я же на попятную пойду. С Регинкой-то у вас того не было? Или как? Ай! Ай-яй-яй! Идиотка! Ее отец вам кучу денег отвалит. Чтобы позора избежать. Я их семейку хорошо знаю. У них честь всегда на первом месте. Да не знаю. Не знаю. Не знаю. И фантазии у тебя какие-то извращенные. Ну так вам ведь это и нравится, а? Да ни хрена мне это не нравится. У нас и получилось. Получилось. Только я не убивала. Я и так получила все, что я хотела. Ну откуда же у тебя взялись деньги? Я слегка перебрала на радостях и отрубилась. А когда очнулась, он был уже мертв. Я схватила сумку и убежала. Слушайте, а ведь на кубке был тальк. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба, капитан Шустов. А вы, Алла Валерьевна Крупцова, мама Даша. Да. А что случилось? И массажисты могут применять тальк. Запросто. К тому же у них сильные руки. Думаешь, мать Даши? Алла Валерьевна, на кубке, которым убили Соловца, есть ваш отпечаток пальца. Также на ваших руках обнаружен жидкий тальк. Такой же есть на орудии убийства. Скажите, вы тальком часто пользуетесь? Регулярно. Перед массажем, чтобы руки не потели. А когда вы поняли, что дочь и любовник всех водят за нос? Я вообще об этом не догадывалась. Когда Саша, ну, Александр Михайлович, не вернулся в школу, я же... Что такое, вам плохо? Да, мне плохо. Когда он не вернулся, я же подписи собирала. Я скандалила с руководством, чтобы его восстановили. Вот там-то мне популярно объяснили, что, оказывается, Соловец и Садыковы обо всем полюбовно договорились. Я не поверила. Не поверила, я поехала к нему. Привет. Привет. Саша, что случилось? Ты почему на звонки не отвечаешь? Алла, я не могу сейчас. Давай потом поговорим. Подожди, когда потом? Ты чего, Саша? И в школе не появляешься. Я не вернусь обратно. Меня вообще все устраивает. Я не поняла. Что эта засранка делает у тебя дома? Где она? Ты ее напоил. Значит, история с дневником – это правда. Ты с ней спал. Да ты все неправильно поняла. У тебя дочь уже давно взрослая. Подонок! Мало того, что меня бросил отец Даша, что меня бросил любовник. Меня предала дочь. Она меня предала дважды. Один раз, когда легла в постель с моим мужиком, а второй раз, когда бросила дело, в которое я всю свою жизнь вложила, понимаете? Даша, Даша, девочка моя, проснись, слышишь? Прась, как ты мог такое сделать с моей девочкой, урод? Истеричка! Глаза разуй! У тебя уже паранойя! А это у тебя откуда? Это она все придумала, чтобы Садыкова на бабки развести, а я был исполнитель. Упокойся, упокойся! 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 Не верю! Упокойся! Упокойся! Субтитры создавал DimaTorzok